Добрый день, телезрители! Здравствуйте! Сегодня мы испытываем глубокую экономическую турбулентность. И сегодня мы испытываем разного рода экономические катаклизмы, которые происходят сейчас на рынках, как и на нефтяном, так и на валютном. Так и на рынке золота. И в целом ситуация в экономике крайне неопределенная. И от вас, уважаемые телезрители, мы получаем вопросы, что делать, какие прогнозы, и вообще, как разобраться в сегодняшней ситуации. Сегодня гость нашей передачи очень компетентный человек. Я его с удовольствием вам представляю. Это Игорь Анатольевич Кох из Института управления экономикой и финансов нашего Казанского федерального университета, доктор экономических наук, профессор. Сегодня мы зададим ему вопросы, которые волнуют, безусловно, вас, которые волнуют всех, что творится сейчас нашей экономикой и что нам делать. Последние события, буквально в последних дней, это, как вы знаете, это ситуация в Белоруссии и ситуация с заявлениями западных лидеров в отношении непонятной до сих пор истории с Алексеем Навальным. Жесткие заявления западных лидеров, они сейчас привели к очередному плеску панических настроений. Люди спрашивают, что делать, будет ли девальвация, улетит ли доллар за 100 рублей, какие последуют санкции, как наша страна справится с этими санкциями. Вот об этом мы сейчас поговорим с нашим уважаемым собеседником. Сразу первый вопрос. Ситуация в последних дней в Белоруссии, в Навальной, сейчас раздаются крики, что будет девальвация. То наступает такой период, что доллар может скопнуть осенью до 100 рублей. И есть даже люди, которые сейчас меня спрашивают, Альберт, скажи, пожалуйста, что делать, покупать ли доллар или не покупать. Вот будет ли девальвация, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Однозначно никто не может никогда ответить, будет девальвация или нет. Для этого должна быть вполне конкретная причина и основания. Если бы мы могли однозначно сказать, что да, это основание есть, то девальвация произошла бы уже сейчас. Рынок реагирует не на само событие, а на информацию о нем, достоверную информацию. Самосбывающийся прогноз. Нет, даже не самосбывающийся прогноз. Просто если мы абсолютно уверены в том, что девальвация должна быть через два месяца, то если бы все участники рынка были в этом уверены, то девальвация произошла бы прямо сейчас, не дожидаясь этих двух месяцев. Поскольку никакой девальвации сейчас в данный момент существенно не происходит, за пределами обычных колебаний курса туда-сюда в пределах нескольких процентов, то это значит, что нет у рынка консенсуса относительно того, будет девальвация или не будет. Более того, я вам скажу, есть вполне авторитетное мнение о том, что может произойти реэвальвация, то есть повышение курса рубля относительно мировых валют. И есть предположение о том, что курс доллара может снизиться к мировым валютам. Эти прогнозы выдаются разными субъектами, причем серьезными аналитическими структурами, крупными международными банками, компаниями, международными финансовыми организациями. Поэтому общего, однозначного понимания о том, как будет складываться ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы, нет. Как показывает практика, для того, чтобы произошла существенная девальвация рубля, нужно либо резкое снижение цен на нефть. Я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Скорее всего, цена сейчас нащупала некое равновесие. И вот уже довольно долго она находится примерно на одном и том же уровне. Если цена не упадет до 35-30 долларов за баррель, вряд ли это будет грозить существенной девальвации рублю. И вторая группа событий, которая может привести к девальвации, это очередные санкции, очередные проблемы в международных экономических отношениях, которые нам обеспечивают наши потенциальные партнеры. Произойдет это или нет, никто сейчас тоже однозначно сказать не может. Игорь Анатольевич, давайте подойдем к этому вопросу пошагово. То есть я хочу вас спросить. Я вчера после известного анонса Анжелы Меркель о том, что произошло отравление известного российского блогера Алексея Навального, и последовала совершенно жесткая риторика в ее заявлениях. Она не говорит прямо о санкциях, но она, весь тон ее выступления, и последовавшие за ней выступления различных западных политиков, в том же самой Германии, в Америке, где уже отчетливо задают вопрос о санкциях. Вот давайте разберем, хорошо. Они ведут санкции. Дополнение к уже существующим. Какие эти могут быть санкции, и как они окажут влияние на нашу экономику? Ну, опять же, не по моему личному мнению, а по мнению авторитетных зарубежных же специалистов, практически все санкции, которые могли быть введены безболезненно для самих инициаторов этих санкций, они уже введены. Дальше два варианта. Либо очередная вот эта истерика с санкциями закончится некими номинальными действиями, ну, то есть внесут в санкционные спинки еще какие-то компании, каких-то лиц, запретят им въезд в ЕС или заблокируют их счета. Персональные санкции, может быть, санкции против каких-то отдельных компаний. Эти санкции никакого существенного влияния на экономику не будут иметь. Это ритуальная вещь. Все сделают вид, что они наказали нас непонятно за что, но ни нам, ни им это не будет ничем грозить. И второй вариант. Могут пойти на санкции действительно серьезные, с экономическими последствиями. Отключение от SWIFT, от межбанковской платежной системы, чем грозились довольно давно, но так этого и не было сделано. Эмбарго на поставки нефти и газа, на покупку у нас нефти и газа, может быть, каких-то еще традиционных наших экспортных товаров. Я считаю, насколько я могу судить, серьезные секторальные санкции в данный момент невозможны, потому что они бумерангом ударят по самим инициаторам. Допустим, эмбарго на поставки нашей нефти автоматически взвинтит цены на нефть на мировом рынке, а и Европа, и США являются крупнейшими потребителями этой же нефти и так далее. То есть санкции, которые могли бы слишком больно ударить по российской экономике, но при этом не ударить по нашим партнерам, почти не осталось. Санкции номинальные, России не грозят. Да, конечно, могут придумать что-то, чтобы укусить побольнее, но каких-то глобальных последствий это иметь, скорее всего, не будет. Ну, это, опять же, мое личное мнение. Я... Они не будут стрелять себе в ногу. Нет, нет. Тем более, если речь идет об инициировании санкций европейскими странами, они и так-то на американские санкции косились... Да, то есть их американцы продавливают на очередной раунд санкций, придумать что-то свое, являясь крупнейшим нашим торговым партнером и так страдая от экономических проблем. Нет, я в это не верю. Я в это не верю. Поэтому, скорее всего, очередной эпизод сериала про санкции, он будет ни о чем. Я так правильно понимаю, что введение, жесткое введение вот таких санкций, как отключение АСВИФТ, это фактически объявление войны? Ну, как минимум, экономической войны, да. И такая жесткая санкция, как перекрытие нефтяных и газовых трубопроводов, отключение, отказ от поставок наших ресурсов и доглушение АСВИФТа, это может вызвать действительно коллапс не только у них, но и у нас. Да, конечно. Точнее, не только у нас, но и у них. Это по цепочке заденет всех. Это всех. Мы уже проходили подобные вещи. Если помните, пару лет назад были введены санкции против производителей алюминия российских, что привело к резкому росту цен на алюминий и дефициту алюминия на мировых рынках, и в конце концов эти санкции вынуждены были как-то снять, потому что выяснилось, что они по нам бьют так же сильно, как и по ним. Вчера я услышал много негативной риторики по отношению к нашему последнему такому крупному газовому проекту на Европу, это так называемый Северный поток-2, и прозвучали очередные требования в связи с этой политической обстановкой этот проект остановить, надавить, и вот это вот все идет, и опять они себе в ногу стреляют, получается. Безусловно, даже на фоне всех негативных заявлений со стороны той же Ангелы Меркель, она тут же заявляет, что Северный поток должен быть достроен, должен быть введен в строй, потому что это газ для немецкой промышленности, без которого немецкая промышленность теряет часть своей конкурентоспособности. Тут же Польша начала предлагать свою систему, своих газопроводов, в расчете на поставки американского СПГ. Но это дороже будет. Это будет дороже. И вот находясь в ситуации, когда идет экономический спад в Европе из-за коронавируса, стрелять, я много раз повторяю, стрелять себе много, но, наверное, это действительно хорошая метафора, и продолжать ухудшать дополнительно себе, и так уже ухудшившую свою экономику, они не будут. Да, я в это верю. То, что они не будут противоречить собственным базовым экономическим интересам ради какой-то довольно непонятной политической выгоды. Она даже до сих пор не доказана, есть какие-то голословные заявления. Ну, как показывает практика, им вообще-то как-то доказательства-то не особенно нужны для того, чтобы... Да, мы все это видели. Мы видим вторую серию, все то же самое по тому же сценарию, значит, кого-то якобы отравили, значит, давайте введем санкции. Ну, это довольно выглядит убого уже. Тем более, что все санкции уже ввели, какие можно было. Уважаемые телезрители, вот давайте посмотрим на реакцию рынков. Вчера, да, был небольшой рост валюты, курс валюты. Американский доллар вырос по отношению к российскому рублю примерно на 2 рубля, но сегодня происходит откат в обратную позицию. Мы видим спокойную ситуацию на фондовых рынках, и я присоединяюсь, в общем-то, к мнению Игоря Анатольевича. Рынок, он все объективно оценивает и все видит. И мы видим, что на рынке ничего серьезного не происходит. И, соответственно, вот эти вот сейчас те разговоры о том, что сейчас вот ведут серьезные санкции, начнут себя таким образом загонять еще дальше западные партнеры. Мы видим, что это все сейчас пока крайне эмфемерно и до этого очень далеко. и поэтому вот здесь мы можем в данный момент успокоиться. Серьезные игроки на рынке не верят в плохой сценарий, поэтому ведут себя достаточно спокойно. Теперь обратимся к теме Беларуси. Мы видим уже несколько недель, что там происходит. И здесь ситуация раскачивается из стороны в сторону. То есть буквально недавно было похоже, что у Лукашенко уже совсем нету никакой уверенности в том, кто он усидит. Сейчас более какая-то ситуация уже в другую сторону качнулась. Мы видим, что протесты не так сильны, но все равно они происходят. Беларусь лихорадит. И мы все равно должны себе задавать именно такие вопросы и строить прогнозы, что произойдет с российской экономикой и с отношениями к Беларуси. Если, допустим, давайте посмотрим несколько сценариев. если, допустим, произойдет то, что Лукашенко уйдет от власти. И будем говорить прямо, что будет какая-то там у них такая ситуация, какая у нас была в 90-х годах. То есть приватизация, поворот чатной собственности, прозападный стиль управления экономикой и так далее. Как вы можете это прокомментировать? В случае, если на ближайшие несколько месяцев мы увидим произошедший реальный переворот в Беларуси по типу украинского, то однозначно это приведет к очень существенному нарушению серьезных экономических связей между Белоруссией и Россией. Российская и белорусская экономики очень сильно интегрированы. Белорусская экономика в значительной своей части, не могу сейчас назвать точный процент, но более чем наполовину ориентирована на российскую экономику. Именно в России продается большая часть экспортного экспортных товаров белорусских. Это и продукция сельского хозяйства, и продукция машиностроения. И отсюда же из России идут комплектующие топлива. высочайшая степень интеграции. В зависимости? Скажем, взаимной зависимости. Да, для России зависимость намного меньше в силу разных масштабов экономики. Для Белоруссии зависимость очевидная. Для Белоруссии это будет очень серьезным испытанием. Я имею ввиду разрыв или даже нарушение экономического взаимодействия с Россией. Боюсь, что в случае переворота, то есть неконституционной смены власти на некое прозападную, этот сценарий будет неизбежен. То есть произойдет украинизация. Да, по сути, Белоруссия может пойти по пути Украины, а это будет означать постепенный разрыв экономических связей. Причем в Белоруссии это, возможно, произойдет быстрее, потому что на Украине это происходило в течение нескольких лет. первым моментом Майдан. Нет, даже после 2014 года хозяйственные связи разрывались постепенно. В Белоруссии, я не знаю, это может произойти быстрее. И с учетом степени интеграции это будет очень серьезно для Белоруссии, но и для России тоже, потому что мы получаем из Белоруссии довольно важные для нас товары, точно так же, как и много российских компаний задействованы на поставки в Белоруссию. Причем поставки высокотехнологичной продукции, продукции машиностроения, энергетического машиностроения, транспортного машиностроения для России это будет достаточно большой потерей. То есть десятимиллионный белорусский рынок это все-таки немаленькая доля российского экспорта. А кажется ли это существенное влияние на фондовый рынок России и на валютный рынок России? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Подобное развитие событий будет означать усугубление усугубление ситуации в российской экономике, которая и так испытывает достаточно серьезный стресс. не думаю, что это будет какое-то уж очень критическое изменение. Опять же, если смотреть на примере украинского, как сейчас говорят, кейса, то переворот на Украине привел к девальвации рубля ну, наверное, процентов на пять не более того. То есть, дальнейшие события уже были связаны, дальнейшая девальвация в 2014 году была связана со снижением цен на нефть, а не только с украинскими событиями. Поэтому, да, воздействие будет, воздействие будет негативное. Ну, не больше пяти тире десяти процентов. Да, может быть, может быть, в перспективе на пятнадцать процентов. Это не так существенно. Это не так существенно. Конечно, больше всего пострадают компании, которые непосредственно взаимосвязаны с белорусскими компаниями. Там потери могут быть достаточно высокие. В целом, я думаю, по экономике это не то, чтобы несущественно, это существенно, но не критично, не катастрофично. Может быть, и более мягкий сценарий, допустим, Лукашенко как-то удается стабилизировать ситуацию, уйти как-то от рычагов власти, они же хотят провести конституционную реформу. Если произойдет какой-то устраивающий всех средний вариант, равновесный, то, в принципе, это не окажет даже влияния. Я не думаю, что возможен вариант, который устроит всех, потому что смысл любого Майдана заключается в том, что они не приемлют никаких позитивных вариантов и никаких договоренностей. То есть, их устраивает только выполнение их требований и все. Поэтому компромисса с Майданом быть не может. Другое дело, что да, Лукашенко может остаться у власти, но при этом реформировав саму власть и смягчив свое личное влияние и так далее. Да, конечно, это сценарий достаточно позитивный. Это достаточно позитивный сценарий. Тем не менее, я считаю, даже при таком сценарии, если Лукашенко хотя бы формально останется у власти во главе республики, то те же санкции и те же обвинения будут сохраняться. Другое дело, что такой вариант реально снимет потенциал возможного социального взрыва, протеста среди не митингующих людей, среди рядовых граждан. Это, конечно, будет позитивный вариант. А может быть такой вариант, вот мы видим Венесуэлу, как Мадуро уже сколько лет, у них там и Майдан уже отгремели и продолжают греметь. И живет, существует, как-то они там болтаются. я бы не стал такие параллели проводить, все-таки Латинская Америка это совершенно другой с политической и социальной точки зрения мир, но тем не менее, да, я думаю, что возможен и весьма вероятен сценарий, когда протесты просто постепенно сойдут на нет, будут частично подавлены, частично просто выдохнутся и все на этом и закончится. Как мы в свое время видели ситуацию в политическом поле той же самой Украины, первый Майдан прошел, ситуация поменялась. Эта ситуация сохранения статус-кво она имеет все-таки негативное влияние на российскую экономику, потому что безусловно здесь будут и применены санкции к Белоруссии и Россия будет вынуждена оказывать какую-то поддержку, в том числе финансовую и возможно снизится потенциал Белоруссии как стыковочного узла между Россией и Евросоюзом в случае санкций. Да, в случае санкций. То есть, если санкции будут против Белоруссии введены, то она не сможет выступать перевалочным пунктом для той же взаимной торговли, которой она сейчас зачастую является, не находясь под прямыми санкциями, имея возможность торговать и с Евросоюзом, и с Россией достаточно свободно. Если против Белоруссии будут введены торговые санкции, скажем так, на уровне санкций, которые действуют в отношении России, то потенциал Белоруссии как вот такого мостика, переходника, будет явно снижен, и это будет негативно для России. И все-таки, Игорь Анатольевич, какой наиболее вероятный сценарий в вашем взгляде? Я считаю, что наиболее вероятно, наиболее вероятен последний сценарий с легкими вкраплениями второго, то есть какие-то конституционные реформы, наверное, будут произведены, но они все-таки, я думаю, будут иметь скорее косметический характер, какой-то серьезный, и Лукашенко останется у власти в полном смысле этого слова, а не номинально, поэтому скорее всего вариант будет последний. И санкции соответственно будут применены, но в каком-то мягком? Трудно сказать, в каком варианте они будут применены, но санкции какие-то, безусловно, последуют, потому что провал проекта Майдана, он должен породить желание как-то рассчитаться, закрыть это порожение каким-то уроном, нанесенным противнику. все-таки опять-таки как и вот в ситуации с блогером, так и вот сейчас ситуация вот здесь, мы все-таки наверное констатируем, что серьезного влияния на российский рынок да, какого-то критического влияния я не ожидаю, да, потому что, ну да, это очередная серия ударов по России, нацеленная на ослабление, на сдерживание, ну, к сожалению, для наших противников у них не так много возможностей, не так много инструментов, даже если вспомнить тоже 14-15 год, Россия тогда находилась в гораздо большей зависимости от Европы как торгового партнера, и тогда санкции ударяли по нам намного сильнее, чем дальше, тем меньше мы становимся зависимыми, и тем меньше возможностей ударить нас больно. Вы Игорь Анатольевич сказали очень интересный такой момент, даже нас не девальвация ожидает, а ревальвация. Ну, по некоторым и вот я сам как наблюдатель со стороны, я вижу, что, например, российская экономика, она сейчас держится гораздо лучше, чем та же экономика США, где происходит сами видим каждый день с экранов телевизоров терти, что там происходит на улицах, и тем более там ситуация в ближайшие наступают президентские выборы, когда там может вообще дойти до полного хаоса, потому что ни та, ни другая страна не хочет уступать, и мы видим, как резко попадали экономики в той же самой Западной Европы, то есть если у нас минус 4 ВВП, то у них за 10 процентов падения ВВП улетело в ряде стран, там в Италии, например, там даже по-моему минус 14, и мы видим, у них гораздо худшее состояние их экономик, а наша экономика как-то наем, бедрячком еще. Я поясню, это чисто такой экономический феномен, здесь нет никакой тайны, ничего такого сверхъестественного. Дело в том, что во время вирусного кризиса пострадал в первую очередь сектор услуг. Что закрылось начисто и надолго? Это общественное питание, это мелкая торговля, это сфера развлечений, туризма, гостиницы, соответственно транспорт, то есть сфера услуг, услуг, причем таких потребительских для физических лиц. Западные экономики они в значительно большей степени являются экономиками услуг. Доля услуг в ВВП европейских стран и США намного выше, чем в экономике России. То есть Россия все-таки несмотря ни на что остается экономикой производства, экономикой различных секторов и сельского хозяйства, и промышленности, и связи, и транспорта и так далее. поэтому поэтому там, где высока была доля услуг и высока доля малого бизнеса, в том числе, вот там мы имеем наибольший провал. И, соответственно, вот эта ситуация с западными экономиками, она должна все-таки поддержку рубля выказывать. Скорее, ну, я бы даже сказал, что от этого конкретно поддержка рублю не произойдет. Поддержка рублю может быть оказана в силу стараний правительств западных стран за счет девальвации своих валют поддержать свою экономику. Да, то есть американцы, я думаю, постараются девальвировать доллар, кстати говоря, он уже девальвирован, сейчас мы имеем максимумы по паре евро-доллар за многие годы, то есть сейчас евро стоит почти доллар двадцать, доллар восемнадцать, тогда как еще несколько лет назад это было доллар пять, доллар десять, то есть американцы пытаются девальвировать доллар для того, чтобы стимулировать экспорт, свой экспортный потенциал. Естественно, что в этом случае рубль по отношению к доллару будет иметь тенденцию к укреплению. Игорь Анатольевич, а вот не последует ли такой феномен, вы говорите, экономика услуг, она чем хороша? Да, она сильно упала, но она быстро отжимается. Конечно. Она быстро может восстановиться, когда вся эта ситуация с коронавирусом затухнет, когда мы уже видим на подходе вакцины, в том числе перед планеты всей, мы со своим спутником. И когда ситуация стабилизируется, именно рынок услуг он очень быстро должен показать. Да, учитывая, что экономический кризис этого года вызван вполне конкретной естественной причиной, то устранение этой причины просто вернет все на место. В очень короткое время. достаточно быстро, потому что сфера услуг это довольно мобильный бизнес, и возобновление работы большинства организаций потребует не больше нескольких месяцев. Соответственно, тот, кто сейчас больше всего провалился, он будет иметь шансы быстро восстановиться до прежних или почти до прежних значений. То есть опять мы видим не до конца понятную конечно ситуацию, связанную с или ревальвацией, или девальвацией, скорее всего что-то посередине. Да, скорее всего курсы останутся на том же уровне, то есть 2 рубля туда, 2 рубля сюда, чуть больше, чуть меньше, ну это мы не считаем за девальвацию или ревальвацию, скорее всего доллар останется примерно на этих же уровнях. Уважаемые телезрители, вы видите пока особых, серьезных и достаточно фундаментальных глубоких причин для панических настроений, связанных именно с девальвацией или тем, что российский рынок улетит куда-то вниз их нет. Есть достаточная такая более-менее стабильная ситуация и наверное доллар по 100 рублей это все-таки из области пока фантастики на данный момент. Ну доллар по 100 рублей в некоторых обменных пунктах был в середине декабря 2014 года и те, кто его там покупал они я думаю до сих пор они об этом жалеют. Потому что с тех пор достал он никогда не доходил даже близко не приближался и еще неизвестно когда будет. Хорошо давайте вернемся к нашим родным краям российская экономика мы уже сказали что ВВП Россия снизился чуть ли не меньше всех на фоне западных ведущих стран минус 4% сейчас пока такой прогноз есть что у нас по концу года будет мы видим что инфляция сейчас идет на нулевом последние месяцы на нулевом совершенно уровне идет и пока что выживает видим небольшие просадки в реальных отраслях экономики естественно сектор услуг упал видим что достаточно серьезное снижение по итогам 7 месяцев у нас российского розничного товара оборота который является показателем потребительского спроса он рухнул на 6% но сейчас в связи со снятием ограничения идут восстановительные процессы вот ваш взгляд сейчас российская экономика все-таки по итогам года какие нас ждут цифры и можно сказать что она оправится в течение хотя бы этого года и следующего года к сожалению если бы речь шла исключительно о экономическом процессе да можно было как-то прогнозировать сейчас мы находимся в полной зависимости от такого естественного процесса эпидемии никто не может сейчас предсказать когда мы выйдем полностью из всех ограничений многие опасаются начала второй волны эпидемии которая однозначно повлечет за собой новые ну точнее возврат к старым ограничениям и снова снижение активности деловой если считать что постепенно эпидемия идет на спад и с началом массового вакцинирования ограничения будут постепенно сниматься то экономика будет продолжать восстанавливаться по мере снятия ограничений и после полного снятия ограничений я думаю потребуется несколько месяцев для того чтобы восстановить в полном объеме нет конечно нет нет дело в том что еще раз говорю этот кризис он порожден не экономическими причинами а абсолютно внешними и как только эта внешняя причина исчезнет значит исчезнет и порожденный ей кризис поэтому я думаю это может занять несколько месяцев но несколько месяцев от момента снятия всех ограничений пока что ограничения остаются и есть вероятность что эти ограничения будут еще и усиливаться в случае если вот сейчас осенью начнется вторая волна заболеваемости поэтому сейчас прогнозировать не берусь это вопрос не к экономисту это вопрос к эпидемиологу вот а так экономика жизнеспособна она показала себя вполне способной выдерживать удар да держать удар как только ее отпустят на свободу она 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 быстро восстановится да но до этого момента пока не сняты все ограничения пока часть людей сидит без работы часть организации закрыта мы не можем рассчитывать на полное восстановление ни розничного товара оборота людям просто не за счет чего покупать это кстати говоря косвенно подтверждается и нулевым уровнем инфляции нулевая инфляция это тоже не есть хорошо это говорит о том что у людей нет денег они не покупают товары и у производителей нет возможности продавать товар по высоким ценам они вынуждены снижать цены они вынуждены тормозить эти цены поэтому не зря мы это проходили в 2008 в 2014 году когда все так называемые цивилизованные страны боролись с дефляцией то есть со снижением цен потому что это первейший признак депрессии это признак того что экономика находится в очень тяжелом состоянии никто ничего не хочет покупать никто ничего не хочет потреблять и продавцы вынуждены продавать себе в убыток снижать цены вот поэтому нулевая инфляция это не совсем хороший признак я хотел бы немножечко тут уточнить что нулевая инфляция это наблюдается последние 2-3 месяца в целом центральный банк российской федерации ожидает по итогам года инфляции около 4 процентов и вот этот прогноз потому что оно будет достаточно длинный период годовой и они ожидают инфляции на уровне 4 процентов но все равно цифры инфляции они сейчас являются самыми низкими за всю историю существования нашего пост за 30 лет рыночных реформ российских и эта ситуация она это новая нормальность это совершенно долгий такой процесс мы видели как инфляция снижалась не в течении там одного двух лет практически там несколько десятилетий вот шла такая борьба с ней и она наконец увенчалась с успехом и мы сейчас вот эту нулевую инфляцию мы буквально 2-3 месяца наблюдаем но все равно повторюсь что это будет около 4 процентов по итогам года как нам говорит центральный банк российской федерации и вот вы сказали что потребительский спрос это показатель того что потребительский спрос болеет правительство всех развитых мощных стран они когда вот это началась связанной с коронавирусом стагнация потребительского спроса они все пришли к таким вот был такой английский экономист зон мейнорд кейнс который в 36 году написал книгу общая теория занятости процента и они все пришли к тем мерам которые он рекомендовал в своей книге что когда не хватает потребительского спроса когда он слабый силу кризиса силу каких-то там катаклизмов надо напечатать деньги раздать их людям и люди должны бюджет должен впрыснуть деньги в экономику раздать их людям и появилась такая концепция вот сейчас в последнее время она очень модная базовый доход то есть это когда человек получает дополнение там работает он не работает он получает определенную сумму денег и соответственно это будет оживлять потребительский спрос окажет мощное влияние на людей и даже у нас некое подобие в России России было буквально в последнее время сделано это знаменитые путинские выплаты там по 10 тысяч матерям это своего рода какая-то даже вот получилась такая игра в базовый доход вот ваше отношение к подобным методам стимулирования и нужно вообще вот этот базовый доход нам в Россию ввозить чтобы у нас потребительский спрос окреп воскрес и зашагал ну давайте начнем с самого начала с Кейнса все-таки американское правительство в период великой депрессии в 30-е годы следуя рекомендациям Кейнса деньги не раздавало гражданам а платило за бессмысленные работы ну в общем не за бессмысленные работы за общественные работы то есть за выполнение тех работ которые частные компании не выполняли в силу их нерентабельности коммерческой да то есть строительство дорог там высаживание деревьев вдоль этих дорог бывало дороги никуда не вели ну да то есть но все-таки это была плата за работу то есть правительство нанимало людей для того чтобы они выполняли некую работу правительство не платило деньги просто так ни за что это во-первых поэтому базовый доход как выплата ни за что это совершенно другая это другая опера да то есть одно дело когда человек безработный он хочет и может работать но его никто не нанимает и не платит ему зарплату в этом случае правительство выступает работодателем он говорит хотите работать давайте я вам дам работу общественно полезную но не коммерческую то есть не рентабельную но ее надо же все равно когда-то будет делать или вообще целесообразно ее делать давайте делайте я вам за это денег дам это нормальная ситуация я считаю что вот таким путем идти можно и нужно отчасти отчасти наверное ну можно сказать это делается да то есть в стране вроде бы в период кризиса экономического реализуются крупные какие-то масштабные проекты про которые тоже некоторые специалисты говорят что они не имеют какого-то коммерческого смысла и неизвестно когда окупятся но тем не менее люди там работают люди получают зарплату и это я считаю положительно безусловный базовый доход то есть выплаты просто так поэтому и безусловно да безусловно да выплаты ни за что я считаю отразятся в перспективе на экономике крайне негативно почему во первых это абсолютное можно сказать развращение экономическое то есть человек привыкает получать деньги просто за то что он гражданин и не вкладывает никаких своих трудовых усилий в результате происходит довольно быстрая маргинализация части вполне активного населения стимулы к труду пропадают да стимулы к труду пропадают то есть человек не пойдет работать за 15 тысяч рублей а будет сидеть дома за 7 и все он скажет да мне и 7 хватит и все то есть он будет опускаться деградировать и в личностном плане и в профессиональном плане и будет опускаться в общем-то на дно общества фактически получится что мы с вами работающие люди за счет своих налогов будем содержать вот эту массу ничем не занятых людей которые просто будут проедать то что мы с вами заработали и второй момент который не менее сложный произойдет резкое вымывание с рынка труда людей занятых на низкооплачиваемых работах то есть человек получающий безусловный доход он не пойдет работать на значит за небольшие деньги если у него будет возможность обеспечить свои минимальные потребности не работая а это означает что либо нужно привлекать мигрантов опять что тоже не принесет особых дивидендов экономики либо просто усугубит тот дефицит кадров в низкооплачиваемом секторе экономики который мы сейчас имеем и наверное уровень цен вырастет уровень цен не вырастет это зависит от того за счет чего будет выплачиваться безусловный доход он же ведь деньги они ниоткуда не берутся они берутся из того же самого бюджета значит будет тратиться на что-то другое меньше часть средств пойдет на выплату безусловного дохода если это будет делаться не за счет дефицита бюджета а за счет налогов за счет сборов налогов то какое-то значительное изменение цен наверное не произойдет но это по моему мнению значительно ухудшит социальную обстановку и социальную структуру и структуру трудовых ресурсов в стране поэтому я лично являюсь глубоким противником подобного подхода вот значит я не считаю это правильным а можно это делать временно вот как было в Германии как у нас даже подобие было временно да временно да временно это возможно то есть это фактически не не безусловный базовый доход а это некое разовое пособие в связи с тяжелой финансовой ситуацией конкретного гражданина и в данном случае это должно быть избирательно то есть кто-то кто-то пострадал кто-то не пострадал от кризиса большое количество людей которые продолжают работать так же как работали имеют те же самые доходы и поддерживать их большого смысла нет а вот тех кто действительно пострадал тех кто потерял свой доход в силу объективных обстоятельств то есть не в силу того что он сам плохо работает а в силу объективных обстоятельств конечно этих людей временно нужно поддержать но это уже социальная полиция но и не только социальная но и поддержка спроса платежеспособного тоже потому что человек получивший эти деньги он не сложит их в кубышку он не поменяет их на доллары он пойдет реально будет покупать предметы первой необходимости продукты в магазине и эти деньги они пойдут в экономику Игорь Анатольевич давайте поговорим теперь о тех кто не относится к этой категории а вот те кто складывает кубышку покупает доллары покупает ценные бумаги инвестирование вот да есть люди для которых это проблема даже и сегодня есть люди которые уходят все на предметы первой необходимости а вот ну здесь здесь у человека деньги и я постоянно слышу много вопросов что мне делать деньгами смотрите как ситуация очень интересная мы и это тоже первые в истории российской экономики смотрите ставки в банках сейчас скатились до уровня 4 процентов на вкладах если мы вычитаем из этих ставок инфляции мы получаем реальная реальную ставку так называемая равна нулю стимулов хранить деньги в банках практически нет единственный стимул это только чтобы квартиру не обокрали если они у меня будут лежать вот это единственный стимул и а сейчас людям большинство видит вот это все ситуации у кого есть деньги на вкладах кубышки где-то под матрасом они сейчас мучаются куда вкладывать потому что фондовый рынок понятно что происходит сейчас на фондовом рынке было очень сильное падение восстановление там как такового яркого такого восстановления не наблюдается и в любой момент может обвалиться и соответственно все деньги могут просто пропасть с валютным рынком происходит та же ситуация кто-то накупил долларов там были такие люди вы сказали там по 100 рублей доллары покупали или люди там когда вся эта катавасия с коронавирусом началась там по 75 брали вот они сейчас в нулях можно так сказать полгода прошло да но полгода прошло это реальная потеря если перебрать на то что деньги могли работать недвижимость вот сейчас модный тренд люди сейчас складывают эти деньги давайте куплю хоть квадратные метры но мы помним 2008-2007 год в америке то есть когда вся америка жила несколько десятилетий уверенная что инвестиции в недвижимость это железно по крайней мере будет ноль но ничего не пропадет и когда там произошел кризис на рынке на ипотечном рынке рухнуло все почти в два раза там в некоторых штатах двукратное было падение 30-40 процентов да они первый раз столкнулись с таким с таким вот то есть упало то что в их представлении вкладывавшимся десятилетиями не должно было падать и сейчас рынок недвижимости не демонстрирует существенного роста цен да там какие-то внутри одних районов есть цены но в целом глобальный рынок он не демонстрирует высокого роста и люди спрашивают что нам делать с деньгами как нам их инвестировать чтобы было вот ну значит давайте разбираться так ну начнем с банковских вкладов да это традиционный инструмент для инвестирования наших физических лиц то есть сейчас если не ошибаюсь на счетах физических лиц находится больше 30 триллионов рублей надо понимать что банковский вклад это вообще не способ заработать это способ просто сохранить деньги защитить их от инфляции от инфляции банковский вклад защищает но сверх этого заработать там в общем-то ничего и нельзя да бывают такие периоды когда ставки относительно высокие они выше инфляции бывают такие периоды когда ставки даже ниже инфляции но в среднем банковский вклад обеспечивает доход на уровне инфляции плюс 0,5 1 процент и все поэтому хранить деньги в банке это практически хранить это не способ заработать не способ приумножить капитал то есть максимум это защита от инфляции и все то есть если у вас есть деньги вы их не хотите тратить сейчас а хотите потратить позже но при этом сохранить их покупательную способность да вы можете положить их в банк они у вас будут лежать и ждать того момента когда вы захотите их потратить значит рассчитывать на банковский вклад как источник обогащения как кстати говоря некоторые банки позиционируют в рекламе ну и большинство людей тоже раньше думало вот деньги есть немногие же берут себе вот этот вот расчет следят за инфляцией вычитают ее из ставки банковского процента и говорят вот реальный процент конечно 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 нет там в основном да один процент сверхинфляции можно заработать но не более того поэтому банковские вклады они остаются актуальными для тех кто просто хочет сохранить деньги сберечь их от инфляции но заработать на этом нельзя альтернативой банковским вкладам на данный момент являются государственные ценные бумаги так называемые ОФЗ облигации федеральных займов которые дают доходность ну как минимум на один процентный пункт выше чем банковские вклады при в общем-то тех же самых гарантиях поэтому это вполне реальная доступная альтернатива но это при условии пассивной стратегии то есть да конечно и потом стрижешь с нее купоны да да при активной стратегии можно заработать и больше а можно и потерять ну можно и потерять да но облигация это в основном инструмент для таких долгосрочных консервативных инвестиций купил облигации сидишь себе спокойно ждешь чтобы заработать то есть чтобы увеличить свой капитал в любом случае нужно рисковать то есть нужно вкладываться в инструменты рискованные да то есть на банковских вкладах заработать ничего нельзя значит на УФЗ да но это я думаю такое временное явление такое расхождение обычно они имеют примерно одинаковую доходность да рынок это отрегулирован заработать можно только на инструментах сопряженных с риском те же самые акции та же самая валюта та же самая недвижимость все это инструменты рискованные но нужно понимать что на рискованных инструментах можно заработать а можно и потерять на той же самой валюте в какой-то момент вы зарабатываете причем быстро и много а потом в течение многих лет вы можете сидеть в минусе или в нуле поэтому такие инвестиции это для людей либо знающих и профессиональных и активных которые будут по ситуации быстро принимать решения и переходить из одного актива в другой но для этого нужен профессионализм и определенное чутье наверное рыночное и определенное везение либо это инструменты для тех кто формирует очень долгосрочные резервы свои копит себе на пенсию да вложив деньги в недвижимость на горизонте в 20-30 лет вы все равно получите какую-то доходность но если вы купили недвижимость сегодня а хотите продать ее через полгода скорее всего вы только потеряете ничего не получите с этого поэтому нужно определиться с целями это либо долгосрочные инвестиции то есть рассчитанные на десятилетия в период либо это инвестиции краткосрочные спекулятивного характера то есть с желанием быстро заработать что-то на рыночных колебаниях либо это сбережение так сказать такой резерв потребительский который должен быть всегда доступен и должен быть защищен от серьезных потерь в последнем случае это банковские вклады и облигации государственные но отчасти можно корпоративные серьезных корпораций в первом случае если долгосрочные инвестиции это может быть и недвижимость и акции надежных компаний если второй случай спекулятивные инвестиции то тут может быть все что угодно и валюта и акции но здесь выбираются скорее не надежные активы а активы которые в ближайшее время по вашему мнению могут дать вам максимальный результат максимальную рентабельность поэтому нужно определиться с целями в зависимости от целей нужно выбирать тот или иной инструмент отдавая себе отчет что мы можем получить а что мы можем потерять все сразу не бывает золото золото это актив тоже долгосрочный который можно приобрести на очень дальних горизонтах на 10 лет на 15 лет на 20 лет владения хотя тут видите очень специфическая ситуация последние 20-30 лет золото очень активно росло в цене и в результате сложилось такое ощущение что оно очень быстро растет так же как недвижимость на самом деле золото падает в цене бывает и сильно падает и как будет складываться рынок золота в ближайшие десятилетия никто не знает вполне возможно что золото может и снизиться в цене и вырасти в цене довольно существенно но тем не менее пока традиционно считается что это для долгосрочных инвестиций такой надежный актив который по крайней мере сохраняет стоимость и который не зависит от третьих лиц скажем так он не зависит ни от государства ни от банков ни от компании то есть вот есть кусок золота и есть кусок золота хоть в огороде его зарой хоть под подушку положи зубы себе крутить да и так тоже можно поэтому да золото это возможно но опять же не для краткосрочных операций и не для хранения того резерва который должен быть всегда в доступности потому что когда наступит какой-то кризисный момент ни недвижимость ни золото быстро и с хорошим доходом продать нельзя и может даже с убытком придется может быть придется за полцены продавать просто потому что нужны деньги то есть мы подходим к тому что инвестируют опять-таки это нужно с умом нужно разделять свои определить свои цели долгосрочные ли они или краткосрочные и соответственно сделать для себя портфель там долгосрочных вложений золото и как правило нельзя все в один сектор направлять то есть направлять все в долгосрочные инвестиции но при этом не оставить ничего на черный день ничего доступного это было бы неправильно или все направить на спекулятивные какие-то инвестиции которые могут принести действительно серьезные убытки и вы останетесь без подушки безопасности нужно разделять портфель между разными типами вложений поэтому здесь какого-то однозначного совета для всех общего универсального совета нету в зависимости от того какими средствами вы располагаете на какие горизонты временные вы рассчитываете насколько вы воспринимаете или не воспринимаете риск есть люди которые не любят риска ни в каком виде есть люди которые относятся к нему толерантно для каждого будут свои рекомендации это нужно как бы индивидуально формировать свои предпочтения и свои портфели ну что ж уважаемые телезрители очень быстро протекло время нашей увлекательной беседы и действительно удалось узнать много нового и получить достаточно квалифицированные советы напоминаю что сегодня в нашей студии был замечательный собеседник Игорь Анатольевич Кох из института управления экономики и финансов и профессор доктор экономических наук сегодня были действительно разобраны важные темы которые сейчас волнуют многих наших телегрителей ну и соответственно предупреждены вооружены получили прогнозы большое вам за это спасибо с вами был сегодня ваш покорный слуга Бобф Альберт журналист Казанского Федерального Университета до свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова